итак дорогие друзья продолжаем работу с шейно-вырняковой зоной и у нас сегодня в этом видео сет номер три то есть мы сделали вот напоминать чем закончили предыдущий сет сделали вот так вот гонзелябр еврейский все стерли запустили ракеты растерев ему предплечье своими вернее предплечье его трапециевидные мышцы и у нас руки остались до остались и превратились в кулачки вот такие у нас кирпичики квадратные этими всеми уголками мы сейчас будем обрабатывать его шею для этого немножко приседаем чтобы глубже внедриться в него прямо в него убираемся жестко проименая сразу скажу что если у которым это нравится они легко выдерживают а есть которые но в первый раз пришли или там слабенькое здоровье да им просто полегче вот это делаем ведь таким приемом мы сразу и до сосцевидных отростков доходим для крепления к черепу и да вот этой ости лопатки вот хотя это есть идет ведь по которой говорит вот она косточка вот да это косточки и обратно до шеи шею отдельно костяшками вот так еще оттягиваем вниз от центр периферии опять же кулачками устанавливаемся вот под трапецию и еще раз вверх проходим и дальше руки превращаются в лапу леопарда надо просто кулаки наши раскрываются да и прием шестеренки когда мы будем так вот подхватывать его мышцы вот видите по одной идет похоже на шестеренку да здесь делаем соответственно проходов раз два три четыре ну сколько у вас получится зависимость от длины шеи человек у кого-то и 5 проходов у кого-то и получишь прохода до 1 2 3 и прям по сосцевидного отростка стараемся череп при этом немножко оттягивать на себя то есть мы продолжаем делать декомпрессию растягивают эти позвоночник шейные позвонки раз два три и в обратном сторону раз два три четыре тут же пальцы превращаются такие прищепочки то есть мышцы до пиццеренку захватываем вот здесь между пальцами когда мы можем его так сжимать можно продавить вот так вот и заодно и провибрировать от самого шеи то есть одна рука получается держит череда оттягиваю его максимально а другая рука всю эту мышцу вибрирует до конца и обратно теперь меняются руки это держит а это вибрирует до конца и обратно можно одновременно такая мелкая дробь и можно асинхронно сделать вот так друг против друга и соответственно сразу мы захватываем это как бы момент такой немножко встряхивали расслабление потому что после предыдущей вот этого приема до после этого приема шея как правило ну такая болезненная воспринимает это краснее далее нам нужно немножко стряхнуть чтобы отпустить болевой синдром человека после этого мы берем всю эту трапецию вместе с черепом стараемся ее на себя и обратить самую позу висишь отошел назад то есть вся моя поза этого максимально стараюсь растянуть его шейные позвонки вытянуть череп прием называется тракция то есть тракция растяжение чем больше мы делаем таких тракций перед мануальными манипуляциями это все как бы подготавливать человека к следующим мануальными манипуляциями все эти приемы тракции они все очень полезны я иногда даже говорю людям что мы вытягиваем шею лебеди мы делаем особенно девушкам то нравится и очень многих бывают в этот момент обработки шеи знаете такие мурашки идут по телу очень приятно значит ощущение я тоже шучу приговариваю что вот ведь я вас нашел открыл новую эрогенную зону которые вы не знали как правило люди смеются трепощаются больше повышается лояльность доверия к вам вот как бы дальше растягиваем чеки способом до просил ли так теперь установили к луч кулачке вот сюда на вот эти вот шишечки черепные до продолжаем оттягивать а большими пальцами как бы как вот как растяжение вот такое быть вытягиваем вот эти мышцы работам еще дальше тут можно найти вот эти точки вот эти точки проработать уголок лопатки проработать продавив вот тогда и где мышцы крепче подавив еще раз так вытягиваем иногда бывает что люди сжимают плечи от боли да вот так вот тогда мы в этот момент можем еще и наоборот вот так растянуть мечтите уперся в плечи а вот эти пальцы обратно 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 хватом получается в череп и растянул его еще раз и в эту сторону растянул его это вас получается как вот пружина такая обратно до на растяжение растягиваем как можно шире растянули вернулись обратно к шее и начинаем уже мягко теперь ли видно массировать те мышцы которые прикрепляются к черепу промассировали их дальше техникой шиатсу наложив руки вот так вот на основании черепа ведь у нас как раз получается до шишечки до этой дамы что заканчивается вот здесь такая бугорок по четыре пальца с каждой стороны вот по очереди сначала мизинцами провибрировали потом техника шиатсу безымянные пальцы потом самыми длинными пальцами палец каланча указательный пальцем провибрировали и почти дошли до самого центра визуального да есть как правило тоже бывает такая шишечка под нее упираемся пальцем любым ну например показательным да в принципе вообще не важно каким большим каким вам удобнее как бы залазить туда глубже там находится вход в череп куда позвоночник старается череп и все кровоносные сосуды идут туда через это вот дырочку до в черепе ну и максимально оттягиваем это же так фигуруем при этом покажем при этом как бы вот после этих тяжелых собственных манипуляций мы сами отдыхаем человек вибрирует а мы даже можно встряхнуть руки сбросив энергетику не нужно если ваши пальчики устали да вот этот прием бывает даже приятно многие говорят что хорошо те как нормально этот выбираться тоже многие как бы даже знаете так ждали ждали не знали как сказать как это назвать хотелось что вот так вот расцвесли черепушку очень много снимается в этот момент болевых синдромов в голове и на черепе и так я вам сразу скажу что любая мышца она заканчивается сухожилием да и вот эти мышцы которые подходят к черепу они вокруг черепа образуют такой сухожилийный шлем весь череп сухожилий находится и от их напряжения бывает меняется головной чем внутричерепное давление они сжимаются сжимают череп до человек не понимает почему не болит пока мы ему это не размере то есть мы обязательно включаю массаж еще разминания вот этих вот всех мышц самого черепа и сухожилийного вот этого шлема до стараемся пройти все вот эти вот места где не крепится они же и являются точками акумунктурными по основанию черепа по за ухом прямо внутри вот тут и . перед духом вот где она крепится до сверху . снизу где ухо крепится продавливаем от лба вот обоих обоими руками с вибрацией оттягиваем и уводим вот туда включающую зону дело в том что также точно так же но может кто-то видел как мусульмане например там после молебна вытирают лицо что они делают по сути они по сути лимфы уводят от центра к лимфоузлам и вот сюда в катечичную зону вот это все не узлы они вот так вот вокруг ушей по ушам проходят лимфососуды вернее а лимфоузлы находятся вот здесь вот здесь вот и вот здесь по передним мышцам шейнмана и спускаются туда подключиться туда вот это все помогаем человеку вывести также освобождаю от бессонницы от мигрени от метеозависимости от всяких хронической усталости и когда голова вот была загружена сразу после массажа этого как полегчало как хорошо стало как легко и вот видите я опять же эти вот я полностью мягко это вот я сидел сейчас мягко очень мягко легонечко из под челюсти да вот туда вот туда вот туда из-под уха вот туда вот туда увожу через ухо вот так все туда спереди перед ухом тоже на щеках тоже вот туда вот увожу за ухом вот так вот через череп все туда вожуток несколько пасов таких сделайте по четыре раза с каждой стороны вот и не грех еще пройтись нам по акупунктурным точкам самого уха вот здесь как бы находится перевернутый изображение перевернутого вверх ногами зародыша ребенка вот если видите это голова да вот тут у него глаз находится тут учились глаз вот тут хребет пошел шея позвоночник вот крестец вот копчик сгибается туда соответственно сюда вот ноги руки отрастут до головы и органы вот тут но там почки печени так далее вот все эти точки мы так быстренько прожимаем продавливаем вот эти точки которые от козелка уха вот где челюсть челюсть крепится да тут как минимум три точки это в ряд расположены их тоже раз-два-три прожимаем одновременно с обеих сторон разогреваем ухо тоже дело вот так с пальцев такую прищепку да ну как хотите можете между этими пальцами можете между этими ухо засунуть и растираем как минимум в двух паскать два наклона получается вот верхняя часть ухо до нижняя часть ухо ухо потянули немножко вверх немножко вниз вибрации немножко в сторону и отпустили тоже многие люди говорят отчетами массаж ушей делаешь я не заказывал а потом приходит раз извиняются на следующий сеанс и у извините приятно казалось так уж там разогрелись так как бодрость прошла по телу вот и некоторые говорят а зачем мы массируем череп когда я заказывал массаж спины а вот для чего во первых он сказал это сухожильный шлем до снимается напряжение во вторых аккумуляторные точки самого позвоночника да они же заканчиваются не только там где заканчивается позвоночник они еще продолжаются по черепу ведут до самого лба откуда начинается вас есть сейчас головы поэтому условно разделяя череп вот так вот полосой до вертикальной отделяя по сантиметру с каждой стороны и примерно через два сантиметра между другом вот так находятся точки мы их большими пальцами упираемся у них и достаточно сильно венчиваемся и вывинчиваемся венчиваемся и увенчиваемся проходим расслабляя сесть напряжения и также акупунктурно вступая в переговоры с телом активизируем его внутренние органы продолжаем это движение дальше через весь позвоночник вот тут вот уже идут несколько приемов первый прием когда мы каждый позвоночек менять из-за тросочек да вот так вот любовно обходим плавно до массируя их до самого основания до крестца этого первых и 5 раз числе второй способ прохода это когда мы в них упираемся вот так с обеих сторон да вот так один выше один ниже до берлись и друг после друга растрясли наоборот наоборот меняем руку да и так через один позвонок через каждый отросточек как бы так вот идем медленно опускаем энергию в тазовую область третий вид прохода когда мы с обоих делаем в принципе то же самое да только у нас руки не вот так направленных кому-то а напротив друг друга так от пальца и и еще один проход когда мы в противоположную сторону даем мышцы не позвоночника в мышцы мышцы позвоночника отодвигаем вот мы подходим финалу наши процедуры и таким образом ставим руки на шею вот туда где прогибнет лордоз шейный вот эти пальцы два пальца между ними будет шея проходить да они как бы формируют своими костяшками вот уголки такого валика никто даже говорю что он будто бы ты не руками делается как будто бы каким-то механизмом валит на таким проходишься вот так вот скручиваем видите массиваете шею и отодвигаем дальше весь позвоночник растягиваю в этот момент мы меняем корпус тела и переходим сюда для завершения процедуры как мы завершаем завершаем следующим образом во первых пока мы работали шеи да а у нас сейчас массаж идет спины то есть все тело за этот период у нас уже спина немножко стыла да так мы не должны сейчас согреть внедряемся в между параберсибральными мышцами и остислены отростками кулачком до проходимся до конца вниз вибрация такой возвращаемся обратно разделов это сессова с двух сторон немножко масла не хватает далее завершая наши графическое исполнение вот мы ракета отсюда же упустили шахты сейчас пустые надо их поставить обратно то есть вот представьте что вот это мы проложили рельсы теперь к этим шахтам до поставили шпалы ко второй шахте тоже проложили рельсы поставили шпалы теперь идет поезд везет ракету острием локтя нашего продавливаем супер его на мышцы можно ближе к позвоночнику установили ракету в шахту прям туда поставили и дальше пустой поезд ушел без ракеты с легкой вибрацией опять силы с нажатием ракета тяжелая идет много тонн весит топлива жидко-топленная ракета много тонн весит поставили ракету установили да и обратно с вибрации пустые вагончики ушли вот развилка меняется то есть как удерживаться дороги да там некрасиво развилка то есть мы движение доводим до сюда и обратно идем до сюда и обратно понимаете да вот ракета установили а теперь же нам надо эти секретные объекты военные скрыть для этого мы берем пашню со всеми этими рельсами размываем и размазываем вспахиваем всю при этом видите я продолжать делать декомпрессию всего позвоночника и шеи в том числе вот даже можно тут по нажимать на некоторые места вот видите хруст прошел я таким образом снял функциональные блоки у человека если дарят воспоминайте да мы делали по половинке тела до установил локоть вот здесь не нажимая на ассисты отростки до давили то сейчас я оставлю локоть вот так в том что ассисты отростки я на них не надавлю больно своим костяшками потому что тут у меня тоже достаточно много мяса мякоти да собственно и собственно говоря я именно этой мякотью сейчас и массирую человека потом продолжаем эту пашню огромную такие вот движениями перемешивать тут очень хорошо вот позвоночник соединение позвонка с крестцом растрясти методом скручивания так вот видите друг путь у друга то есть корпус тела я закручиваю на себя позвоночник упираясь в тазобедренной кости от себя и то же самое наоборот здесь на себя а в этом случае ребра вот так вот скручиваем потом по диагонали растягиваем обратите внимание где вес моего тела находится над пациентом ведь максимального растянуть продолжаю спать вас поле дело шестеренки по всему телу захватываем шею и пускаем борозды по этой пашне первый проход был посередине до второй проход захватили шею чуть подальше вот эти полосы да и третий проход в виде методом и самому что тоже захватываем вот пошел с боков уже то есть три по три линии с каждой стороны у нас три прохода получилось и таким образом еще и сбросили энергетику человеков далее вот растрясли пошли крупные дожди с большими такими этапами смывая всю эту почву и следы нашего секретного объекта заколосилась трава на лугу свежая трава несет спокойствие организм просыпается человек просыпается все вот на этом можно завершить этот сеанс и массажа и завершается нас наш третий сет и так для воспоминания того что мы делали графическое напоминалка такое исполнение сет номер три у нас сейчас то есть мы вернулись обратно до запустили ракеты здесь и установим кулачки так чтобы отодвинуть максимально вот эти вот рапецилидные мышцы мы отодвигаем сюда и сюда вот так вот кулаками прорабатываю несколько раз но условно по четыре раза каждый прием можно сделать достаточно до 5 много бывает там два три раза мало четыре раза нормально и также доходим до этим кулачками душе и отодвигая вот это вот место где крепится дальше сюда вниз продолжаем делать декомпрессию до потом наш кулаки осталось остались здесь на шее и вот этими костяшками мы все всю шею от центра до растягиваем сторону тоже там 34 прохода будет у нас вот далее мы установили эти сразу кулаки превращаются в коксе леопарда сжатые но прием шестеренки шестеренками мы еще раз проходим линии раз два три и четыре вокруг вот самого черепа да но эти линии похоже здесь совпадают раз два три четыре вот у кого сколько получается проходов в шее будет разной длины да может быть у кого-то три прохода такие будут а как будто пять проходов шейдер может получиться в одну сторону и обратную сторону ну это два три раза прошлись следующий этап мы зажимаем вот в это же в этом же приеме до мышцы трапециевидные между этими пальцами да и вибрируем вибрируем с чего с одной стороны одной рукой держим здесь а другой про вибрировали просто рисунок замазанный получился вот туда-сюда да несколько раз потом про вибрировали асинхронно то сначала одной рукой так илка потом резко обоими руками про вибрируем стряхнули да сняли напряжение старпецевидной мышцы потому что она у нас уже сейчас передружная красная такая переработанная да и сразу же установили мышц пальцы так что мы все шею оттягиваем вниз еще раз максимально помните даже стойку такой делаешь назад на можешь вытягиваю череп на себя еще раз делая тракцию декомпрессию такую мощную потому что целиком мы всю голову оттягиваем вниз в этот момент мы зафиксировали руки на вот этих социальных отростков где мышцы крепится к шее да и проработали их спиралевидными этими пальчиками просто мягко работали до нежно наблюдая где какая мышца закрепощена где она спазмирована она будет достаточно жесткая она будет прям вот такой тяж идет даже вот крепится вот сюда к лопатке можно это мышца нащупать и отдельные пройтись отдельной проработки достаточно глубоко вжимаем пальцы уже такая частичная частная локальная проработки идет это в случаях если если это надо а так вот в общей схеме мы возвращаемся обратно пальцем отсюда устанавливать по 4 скажи странно да получается у нас по четыре точки культурных раз два три четыре раз два три четыре работаю каждым пальчиком в одну сторону и другую сторону с вибрацией и потом установили один палец по центру место входа в череда и достаточно сильно . пострясли проработали опять же вибрации практически во все движения включаю вибрацию вот после этого мы устанавливаем кулачки так на опять же на вот эти мышцы до чтобы растянуть их большими пальцами и так мы их вытягиваем получается как пружина только это который сжимая который растягивает как прищепку знаете такие да вот так ставим большими пальцами вытягиваем в разные стороны тоже можно нажать на вот эти точки вот эти точки дополнительных проработать да и вот тут точки еще продавить дополнительно культурно после этого но и город у нас да и если плечи сведены то можно их обратно хватом развернуть и растянуть в сторону прям кулаками сами сюда внедряетесь и в обратном стороне их растягиваете еще раз растягиваю шею было стройная подвижная уходит очень много боли из головы закрепощений функциональные блоки снимается даже бывают и похрустами позвонках в этот момент не бойтесь если голова будет в этот момент поворачиваться да то есть дополнительно специально ее можно растягивать с одной стороны может повернуть противоположную противоположную сторону черепа не будет ничего страшного только наоборот даже лучше и мы возвращаемся к пунктурным точкам до массируем всю весь череп так называемый шлем до сухожильный шлем черепа проходимся точки за ухом все точки по уху точки до по краешку вот и точку вместо крепления ухо здесь 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 и выбираем всю лимфу просто рисунка не хватит показать до огромными гребешками своими по четыре пальца на скорой стороны от висков примута сильно назад уводим сюда подключиться то есть такой большой стрелкой нарисуем так вот все туда уводим схему уже переросла переросла себя в общем все туда уводим да и возвращается тем что прожимаем относительно оси них черепа да по паре точек с двух сторон между ними по два сантиметра и вдоль тоже по два сантиметра примерно так сами идут и если будут конкретно останавливаться где они находятся но там на черепе есть такие небольшие наросты шишечки попадая между ними вы прощупываете вы будете находить все приходит с практикой практикуясь вы просто будете автоматически уже в них сами попадать не знаю как вот прошлись и дальше так же вот мы проходим весь позвоночник разными способами помните говорил оттягиваю каждой мышцы в разные стороны первый проход до позвоночнику ты все пары вертебральной мышцы в сторону ну так до конца рисовать второй проход мы делаем между позвоночником атаку да между мастерами отросточками проходим и опять крестец отжимаем в сторону до выходят вот эти вот крестцово-подвздошное осуществление во втором сайте мы делали до третий проход мы делаем в позвонки поочередно нажимаем сюда 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 и вот так меняем пальцы сначала выйти сегмент позвонков потом наоборот как бы выравнивать позвонки помните он говорил что в принципе у человека могут быть ассисты отростки они немножко не идеально никогда по линии находится на город вот немножко сдвинутым пытаемся их назад поставить буквально несколько метров у тебя это все и зачем все ставится на место вот и после этого делаем вот тут на шее вот такой таким приемом такую шестеренку как бы из двух пальцев да и выходим до конца до крестца это может мощно волной после чего рисуем так называемую железную дорогу до вот оттуда к шахтам одно провели его тут стрелка у нас меняется в другую сторону костяшками кулака до внедряясь между ассистыми отростками и пару вертибранной мышцы провели и привели же вы ну условно провели прямо это проложили рельсы проигрывали положили шпалой и с другой стороны также раз провели потом кулаком внедряюсь кулаком ой локтем извините с упором помните мы до этого в принципе делали когда спина проходили да также мы раздвигаем вот эту мышцу паралитобральную стараясь от позвоночника и в сторону сдвинуть и устанавливаем в шахту вот сюда уже даже не знаю каким фломастером нарисовать ну тут помните вот у нас шахты до силы уже нам просто не будет видно синеньким устанавливаем ракеты с усилием прошли за ракеты с тяжелой идет да то есть туда пришли поставили прямо отодвинув шею так что голова вот нам уходит человек обратно поднимаем опять же трапецию не забывайте время при трапеции поднимаю ее назад туда выпускать отводя назад да да так выпускали здесь быстро резко стрельнем а тут просто мягко да мягко и обратно поднимаем и обратно ходом локоть у нас уходит вверх покачиваясь легко видит поезд уже пустой без ненагруженные этими ракетами соответственно вставь сюда вернувшись сюда да наше тело сейчас находится вот пикмедикулярно к нему к его оси тела до пупок примерно находится напротив его пупка нашу попу здесь мы разворачиваемся и делаем уже локтями обоями вдоль всей спины растрясаем его огромную такую большую волну пускаем вибрацию вот так по всему телу упираясь одним локтем в крестец другим локтем в череп там растягивая его кое-где помнишь в этом про прохрустела да это я вам где-то примерно вот грудной середин грудного дела я вот прожать и делал то есть заходил отцом и продавливал конкретно места места снимая функциональные блоки функциональное напряжение позвоночники потом как бы мы всю эту пашню все это железной дороги да и и должны скрыть врагов даже все это перепахать большими махами хватаемся вот тут за ягодицу и скручиваем ее в эту сторону до пояснить поясница ребра практически ребра вот в эту сторону потом наоборот перехватываем руки высота на поворот и здесь вот в эту сторону далее у нас руки встали в те же стороны до большими массивными движениями мы захватываем как можно больше участки тела человека и даем в противоположную сторону эту руку даем лопатку а это в подвздошную кость то есть вот сюда в лопатку мы упираемся отсюда вот так вот широко да отсюда широко мы упираемся вот сюда получается вот наша . давление и вот наша . давление вот эти вот косточки вы чувствуете находится упираемся основанием ладони что как можно больше по дегонали получать по загонали моего растягиваем потом соответственно в другую сторону растягиваем по дегонали вот точки приложения . предложения нашего давления в сторону подгонали растягиваем да потом встаем уже лицом практически к его голове и шестеренками прорабатываем все все эту пашню спахиваем с боков проходим заново согревая его тело который успел остыть пока мы делали шею да все наша спина а у нас массаж спины называется она успела остыть за это время опять энергично так встряхиваем ее можно даже приподнимать его звука так немножко дошла встряхнуть еще раз уже теперь с той стороны прорабатываем шестеренки от шеи до назад и уводим большими энергетическими потоками полосами по три полосы скажу стороны по центру посередине и сбоку по боковым мышцам получается каждый раз мы шею шестеренка медленно еще до страхи методов быстро это там на срыв все и все перекопали потом идет дождь это такие знаки шлепки до постукивания может опять же вот все эти приемы постукивания методы перкуссия любыми кулачками открытый кулачок вот так и трещотка дождь там веники в общем все можно использовать все методы постукивания вибрации до уводим отсюда теперь голову туда вниз снимаю энергию и гоняя венозную кровь обратно чтобы не перегружалась голова не так сейчас у нас перегружена до перепитана кровью кислородом напиталась может быть голокружение даже человек от этого такое легкое приятное приятного окружения вот и легкими движениями такими волнистыми это уже на этой пашню сходит травка золотится под ветром колышется человек успокаивается вот соответственно это такой финал процедуры но я надеюсь схема перегружена да но головах у вас осталось до последовательность запомнил последовательность не совсем прям точности запомнилось но вообще да ну по крайней мере я выкладываю видео для тех кто приходит наши тренинги и все это вы сможете потом восполнить либо можете посетить еще раз эти тренинги с течением года за полцены и там что-то потренировать нюансы какие-то там восполнить да какие-то знания там повторить что-то еще отрепетировать сможет быть кому-то надо да так что милости просим приходите к нам тренинги на тренинги и изучайте это все воочию